О патриотизме, честности и гражданском долге в день празднования 70-летия освобождения Белоруссии говорили на уроке мужества. Подрастающему поколению рассказали о кровопролитных боях за свободу, о тяжелой жизни людей в годы Великой Отечественной войны. И даже показали оружие, которое использовалось в первые годы войны. Боевое оружие, его, а бросать лицо от 5-го года, как казачья шашка. Белоруссия, первая из бывших республик СССР, приняла удар в гитлеровской Германии. За ее свободу отдали жизни более 500 тысяч солдат и офицеров. Три долгих года оккупации. Война унесла жизни более 2 миллионов белорусов. На мемориале воинской славы в завокзальном районе служили панихиду по усопшим. Бог наш, всегда, ныне и пресной, во веки веков. Аминь, святый губер, святый крестик, святая смерть, во мне войну. В ожидании праздничного концерта вечером на площадке Южного Мола собрались жители и гости курорта. Среди предшедших много сочинской молодежи. Нужно, чтобы все поколения собирались, выражали свое мнение. И это воспитание как бы и патриотическое, и моральное, и духовное. Администрация за то, что проводились эти все праздники, это все поддерживается. Это как бы сплачивает население города Сочи нашего. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Пахноцкий ушел на фронт в 16 лет. Был сыном полка. Несмотря на жаркую погоду, пришел на площадь. Говорит, этот праздник просто не мог пропустить. Для меня этот день очень важен потому, что я от начала войны и до конца ее перенес все на своих плечах. И она для меня была дорога тем, что я потерял много близких и друзей. И этот праздник, символ дружбы белорусского и русского народа, это говорит о том, что нас, наши народы, невозможно разъединить. В празднике по случаю 70-летия со дня освобождения Братской Беларуси участвовали представители всех национальных объединений курорта. О единстве братских народов упомянул и глава города. У нас больше 134 народностей проживает. И мы знаем только одно, что мы отличаемся друг от друга только одним. Своей культурой, своей историей и языком, который мы никогда не должны забыть. И вы видите, с каким уважением жители Сочи, различных национальностей относятся к культуре братских своих дружеских соседей. День освобождения Беларуси от фашистских захватчиков так масштабно отмечают в Сочи впервые. Подбору номеров концертной программы организаторы уделили особое внимание. Люди не скрывали слезы. Финальный номер концерта – это своеобразная благодарность от всего молодого поколения за возможность жить под мирным небом. Игорь Кырпа, телекомпания «ФКТ». И сохранила Белая Русь, веками русский гад.